Европа закрыта, но зато готова нас принимать Юго-Восточная Азия. Но у нас есть одна проблема, что сейчас не хватает самолетов тех, кому можно летать за рубеж. Поэтому на сегодняшний день за границу можно улететь пока только в Турцию с вылетом из Москвы, из Казани, из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга, а также из Сочи, Египет и Турция. Турция объявила о том, что они будут создавать специально для русских авиакомпанию, которая будет привозить русских туристов на курорты Даламан, Анталия и Бодрым. Поэтому мы надеемся, что в середине апреля будет уже ясно, какая авиакомпания полетит с вылетом из Новосибирска. Поэтому самое топовое направление Турции, которое любят алтайские туристы, в этом году состоится. Я думаю, вылеты будут где-то примерно с конца мая. А уже осенью, так как Юго-Восточная Азия открыта, открыт Таиланд, открыт Вьетнам, мы надеемся, что эти направления тоже будут открыты. У нас есть прямой вылет на Сочи, прямой вылет на Санкт-Петербург. Причем это не просто регулярные рейсы, а на этих рейсах формируются туристические пакеты, в которые входит сразу и перелет, и проживание, и трансфер. Причем это достаточно выгодные туристические пакеты. Если откроют аэропорты Юга, то у нас будет из Барнаула и прямой вылет в Крым. Поэтому на майские праздники наши клиенты смогут полететь и в Санкт-Петербург, и в Сочи. Плюс мы очень удобно расположены. У нас рядом Алтай, где огромные экскурсионные возможности для отдыха. И у нас еще на Алтае есть свои соленые озера, где тоже можно отдохнуть. На сегодняшний день на майские праздники востребован Горный Алтай, потому что туда можно поехать по программе Кэшбэк. Востребован Санкт-Петербург, все экскурсионные программы. И востребован Сочи. Тем более на Красной Поляне пока еще есть снег, и частично даже можно покататься на лыжах. До 15 апреля еще можно воспользоваться программой Кэшбэк. Программа по субсидированию пока еще в работе, но я думаю, что будут субсидироваться только те регионы, где еще не развит массовый туризм для того, чтобы их поддержать. И, как всегда, отдых на море субсидировать будут билеты для пенсионеров и для молодежи и студентов до 23 лет. Что касается цен на наше Черное море, так как у нас есть прямой рейс в Сочи из Барнаула, поэтому сейчас есть выгодные турпакеты, но бронировать отпуск и задумываться о том, куда вы полетите, нужно прямо сейчас, пока есть хорошие тарифы. То, что касается Турции, на сегодняшний день с вылетом из Москвы, цены, в принципе, на многие отели остались на прежнем уровне. Только немного подорожал авиаперелет, так как летает турецкая авиалиния, это очень хорошая турецкая авиакомпания, поэтому билет у нее стоит немного дороже, чем на чартере. Если, допустим, два взрослых и один ребенок, вылет 9 мая на две недели с вылетом из Москвы, пятизвездная гостиница со своим пляжем по системе, все включено в регионе, где тепло, где-то примерно 160 тысяч на семью. Несмотря на все санкции, лето и отпуск все равно наступит. Я думаю, что для алтайских туристов он будет достаточно удачен.